Дети радуются, самое настоящее наводнение. Взрослые жители села Сухая Визовка хватаются за голову. Вода в домах чуть ли не до колен. Потоп здесь случается уже второй раз. Местные знают, как себя вести в таких ситуациях. Кровать подняли, холодильник подняли. Стенку поднять я не в состоянии ее целиком. Она у меня как стоит, так и стоит. Ее залило. Линолеум. Под линолеум ДСП, ДВП. Сейчас все это раскисшее, все выкидывает. Представители сельской администрации рассказывают, о грядущем потопе жителей предупредили заранее. Объехали всю зону затопления на технике с мегафоном. Предупредили всех. Значит, с 7-го числа ночи включали сирену у нас. Ставят на ДК культуры, на Доме культуры. И звонил Кулакова. Затоплены оказались 116 домов. Пришлось эвакуировать почти 200 человек. Их расселили по соседям и больницам. Домашний скот тоже переправили в безопасное место. Сотрудники МЧС заявляют, делают все, что в их силах. Штаб работает. В штабе работает. В том числе и наши представители. Но там не только наши представители в штабе. То есть там все заинтересованные структуры. Вы сюда проезжали, вы видели, что полиция дежурит постоянно здесь. То есть смотрят, чтобы не было случаев мародерства. Местные жители рассказывают, мародеров они не боятся. В прошлом году в сухой визовке затопило еще больше домов. Но любителей шарить по чужим квартирам здесь не обнаружилось. Несмотря на это, 126 местных жителей отказались покинуть затопленные дома. Из них два ребенка. Сейчас пик паводка. Дальше пойдет спад, обещают специалисты. Только в Волжском районе затопило три села. Но уровень воды уже уменьшается. Алексей Захаров, Борис Миловский, ГИС, События.